Ребята, ребята, привет! Когда я вам еще буду вести репортаж из центра, амфитеатра, Колизея, который находится в Хорватии, вы только посмотрите, в какой красоте я сейчас нахожусь. И вам желаю почаще путешествовать. Тратите деньги на путешествия, это поднимет вам не только настроение, но и счастье, но и даст сил, энергии и здоровья на долгие-долгие годы. Ребят, гуляем вокруг амфитеатра в городе Пула. Очень красивое зрелище, посмотрите в окна амфитеатра, насколько это красиво. Море, зелена, красотища. Но ни одна видеокамера, ни фото не передает тех эмоций, которые вы переживаете, когда находитесь рядом и трогаете руками вот эти вот старые колонны, ребят. Вот так вот руками дотрагиваетесь до истории. Это вот ничем не передать. Здравствуйте, дорогие друзья! Всем желаем доброго дня, отличного настроения. И сегодня мы с вами находимся в Хорватии, в городе Пула. Покажем вам красивые и интересные старинные места, старый город, какие-то достопримечательности, также Колизей, точно-точно как в Риме. И поговорим с вами, затронем тему трудоустройства в Словении, работа в Словении, как правильно трудоустроиться на работу, варианты трудоустройства и поэтапное трудоустройство на работу. Потому что даже сейчас, по сегодняшний день, очень много все равно остается вопросов в ваших звонках, в ваших письмах, которые вы пишете мне на WhatsApp. Все равно много вопросов от трудоустройств. Я думаю, еще самое главное, что надо людям рассказать, что в Словении востребованы простые рабочие специальности, и на них с радостью их возьмут даже без знания языка. Да, это самое важное. Без знания славянского языка, без знания английского языка, только знания вашего родного русскоговорящего языка, украинского языка, белорусского языка и так далее. Есть такие профессии рабочие, простые, и мы обязательно сегодня еще о них поговорим. Анна сегодня вот говорит, ну что за у нас сегодня будут картинки. А картинки такие, ребят, потому что мы заходим в какие-то укромные места, очень сильный ветер, и не получается снимать где-то на открытом месте. Да. Что ты хочешь о чем? Рабочие профессии, водители, сварщики, что ты еще хочешь сказать? Для девушек какие-то профессии скажи. Смотрите, когда вы приезжаете в Словению, то что женщины, что мужчины, и тот, и тот, и женский мужской пол без проблем может найти для себя работу. Без знания, еще раз повторю, славянского языка, без знания английского языка, вы легко можете трудоустроиться в сферу обслуживания и услуг. Это такие рабочие профессии, как, например, официанты, менеджеры, строители, техники, кто у нас еще есть, парикмахеры, уборщицы, что еще у нас такое сфера услуг. Так, автосервисы, любые услуги, которые выполняются в таком обычном рабочем режиме, то есть обычные рабочие профессии. На них можно трудоустроить, водители, самое важное, на них можно... Не, но водители, повара, это уже больше как профессия, да, это не сфера услуга обслуживания. Нет, водители, повара, да, это больше как профессия, но что очень важно, что на данный... Слушай, мы сейчас наплетем, тут и парикмахер, так-то профессия, все до профессии, да? Нет, что хочется сказать, и парикмахер, и водитель, и повар, это все профессии, но данные профессии все-таки входят в сферу услуг, это сфера обслуживания и сфера услуг. Что водители, что парикмахеры, что повара, они все занимаются чем? Они готовят для людей, либо делают прически людям, либо что-то людям привозят, либо отвозят. В любом случае, это сфера услуг, сфера обслуживания. И на данные профессии вы можете очень легко трудоустроиться без высшего образования, даже без среднего образования, просто на основании даже аттестата можно трудоустроиться на определенные профессии. И плюс еще без знания языков, это очень-очень важно. Расскажи, что есть несколько способов, так сказать, эмиграции. Да, что хочется сказать, смотрите, дорогие друзья, есть более бюджетные способы эмиграции, есть, конечно, более дорогие, более такие, где требуют больших вложений, виды эмиграции. Более бюджетные эмиграции, это эмиграция как студент по студенческому ВНЖ, либо эмиграция по трудоустройству. Когда вы находите работодателя, он вас трудоустраивает, оформляет для вас все документы. Скажу сразу, работодатель, если вы нашли работодателя, прошли собеседование, и он согласен вас взять, он оформляет большую часть пакета документов по трудоустройству. Если более дорогие варианты трудоустройства, которые требуют вложения больших инвестиций, то это уже будет бизнес-эмиграция, эмиграция по инвестициям. Но и учитывайте, что все бизнес-эмиграции, они дают более большие возможности сразу на первом этапе. Например, воссоединение семьи сразу дается, либо вы через полгода можете уменьшать себе налоги. Поэтому вы должны понимать, какой вариант именно подходит для вас. Но что касается трудоустройства, по трудоустройству. Смотрите, вы когда приезжаете сюда, в Словению, вы можете приехать в Словению по шенгенской визе, и потом здесь, допустим, сделать себе студенческую визу, студенческое ВНЖ, и потом уже искать себе работу, найти работодателя и изменить студенческое ВНЖ на рабочий вид ВНЖ. Подожди, я сейчас перебью, просто многие скажут, а что, мы не можем приехать по студенческой, найти работодателя и трудоустроиться к нему? Ты поясни, почему так нельзя? Нет, смотрите, по студенческому ВНЖ тоже можно приехать. Если вы получаете студенческое ВНЖ на территории своей страны... Нет, нет, я тебе не о том говорю. Я тебе говорю, если человек сейчас скажет, у меня есть шенгенская виза, он приезжает сюда, зачем ему такая заморочка, чтобы получать студенческую визу? А я скажу, зачем такая заморочка. Потому что ваша шенгенская виза, в любом случае, насколько бы она была не дана, срок пребывания 90 дней на территории Словении. А вы учитываете, что вам нужно найти работодателя. Нет, я не об этом говорю. Подать документы, подать документы и подождать, пока вы еще получите. Нет, ребят, я не об этом, к сожалению, говорю. О чем именно ты говоришь? Я говорю, что если вы сюда приезжаете по шенгенской визе, вам обязательно сначала надо будет получить студенческую визу, студенческое ВНЖ, и только потом получать уже рабочее ВНЖ. Потому что если вы сюда приезжаете по шенгенской визе, то первое рабочее разрешение вы можете получить только в стране проживания вашего ПМЖ или резидентства страны. В Словении у вас резидентства еще нет. А когда вы получаете студенческое ВНЖ, у вас появляется резидентство. И только тогда вы можете оформить себе рабочее разрешение. Ну да, только если это правильно назвать, то это можно так спросить, какая последовательность получения документов. В чем именно заключается последовательность и почему мы советуем сначала получать студенческое ВНЖ, а потом уже получать рабочее ВНЖ, чтобы вам не нужно было уезжать с территории Словении обратно к себе домой и получать его там в посольстве Словении. Чтобы вы без проблем могли любое рабочее ВНЖ получить уже на территории Словении. и здесь находиться, ждать с помощью подтверждения на руках. Да, единственное ваше спасение это получение студенческого ВНЖ. И это можно сделать очень быстро, в течение пару месяцев. Да, есть два варианта получения студенческого ВНЖ. Либо вы подаете документы в посольстве Словении на территории Российской Федерации, либо на территории своего города, там Белоруссии, Украины, где вы находитесь. Либо вы уже приезжаете сюда, в Словению с шенгенской визой, и подаетесь, и получаете здесь. Вот это самое главное. Потому что лучше всего получать все документы, находясь уже в Словении. Да, конечно. Когда вы подаетесь, когда вы подаетесь в своей стране, вы теряете время на пересылку всех документов, переводов. Мы сначала переводим здесь, потом отправляем там, к вам в Россию. Потом вы в России посылаете в посольство, посольство посылает в еноту. Вы теряете несколько месяцев ожидания вот этих всех документов. Когда вы свои документы подаете в посольстве Словении на территории Российской Федерации, сначала консул, либо посол рассматривает данные документы от 7 до 10 дней. Потом эти документы отправляются в управную ноту. Там где-то около трех недель на получение номера вашего дела и референта. Потом идет там рассмотрение. Потом после рассмотрения вынесение решения, даже если оно позитивное. А чаще всего мы делаем так, чтобы оно было позитивное. Одобрение и изготовление карты происходит все равно в Любляне, в Словении. После этого, когда уже документы готовы и когда уже карта ваша изготовлена, все документы отправляются опять в посольство Словении в Москве, либо на территории другого города в вашей стране. После этого опять консул, либо посол, после того, как уже все пришло одобренное с картой, он опять какое-то количество дней рассматривает, чтобы назначить вам выдачу данных документов. И в любом случае, как ни крути, вы все равно, дорогие друзья, теряете время. А это самое важное и драгоценное время. Потому что всем, кто хочет переехать, всем хочется одного. Побыстрее получить возможность отъезда и приезда в Словению, отъезда из России, из Белоруссии, с Украины, приезда в Словению и уже здесь спокойно получать и ждать документы. Ребята, я хотел самое важное рассказать. Если вы ищете работу в Словении, есть сайт, называется Мое Дело. Ссылочка будет в описании, посмотрите. Так вот, по этому сайту вы можете найти себе работу. Единственное, важное, что вы установите VPN и в VPN установите страну Словения, потому что в этом сайте можно зарегистрироваться, только находясь в Словении. Вот дальше с номером телефона я тут не подскажу, пропустит он ваш российский номер или можно ли без номера телефона. Попробуйте и напишите в комментарии, если у вас все получилось. Но знание английского обязательно, потому что по русскому языку с вами работодатель разговаривать не сможет. Либо славянский, либо хорватский, либо английский. На своем примере я общался на хорватском языке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что хочется сказать, еще очень важно. Когда вы трудоустраиваетесь на работу, то смотрите, если вы трудоустраиваетесь со своего города, где вы сейчас находитесь и проживаете, то есть, допустим, смотрите, вы находите сайт по трудоустройству и трудоустраиваетесь через данный сайт. Там заполняете анкеты, проходите онлайн собеседования, делаете онлайн запросы, то в любом случае для этого трудоустройства, если вы не знаете славянского языка, то английский нужно знать обязательно. Хотя бы на каком-то уровне, хотя бы чтобы вы могли написать и рассказать о себе. Так скажем, как говорят славянцы, живленопис, то есть, историю о себе, как у нас это по-русски называется, резюме. То есть, рассказать свое резюме. Если вы приезжаете на территорию Словении с шенгенской визой, либо вы сюда приезжаете, что хочется сказать для украинцев, допустим, они приезжают просто с паспортом, для них виз не нужно шенгенским, и находитесь на территории уже Словении, то здесь вы можете найти себе трудоустройство уже не через сайт, а просто напрямую через трудоустройство в организации. И для этого, для рабочих профессий, например, водители, официанты, повара, парикмахеры, вам уже не нужно знать славянского либо английского языка. Вы чисто на русском языке, на своем родном, либо на белорусском, либо на украинском сможете найти без проблем себе работу и трудоустроиться на территории Словении. Но вы должны эту разницу обязательно учитывать и про нее не забывать. Это очень важно, дорогие друзья. Мы вам советуем на первом этапе получать все-таки студенческое ВНЖ, чтобы вы могли хотя бы в течение первого года спокойно находиться и жить на территории Словении, не платить никаких налогов работодателю, посмотреть страну, спокойно выбрать для себя профессию и работу, какую вы хотите, поучить язык, немножко обосноваться в Словении, освоиться, пока у вас есть студенческое ВНЖ. Причем зачисление в данный колледж образования для взрослых всего от 350 до 500 евро за один год за одного человека. Это недорого, это не среднее профессиональное образование, не высшее образование, которое стоит полторы тысячи евро, две, три тысячи евро. Сумма небольшая. И мы советуем этот год первый приехать и находиться со студенческим ВНЖ. И потом вы уже спокойно, либо вы нашли работодателя, уже не торопясь оформляете себе документы по трудоустройству. И у вас нет никакого ограниченного срока, ни по туристической визе 90 дней, даже максимум. Либо вы, когда трудоустраиваетесь через сайт из России, там все равно вам будут давать какой-то срок. Все равно эти сроки будут поджимать. Вы будете торопиться собрать документы, торопиться оформить, торопиться приехать, будете нервничать, успеете, не успеете. А когда у вас есть студенческое ВНЖ, у вас есть целый учебный год. С сентября, с начала сентября по конец августа. И вы спокойны в течение года 100%. Успеете найти работодателя, оформить документы и поменять студенческое ВНЖ на рабочее. Без нервов, без переживаний. Плюс вы освоитесь в стране, подучите язык. И еще что очень важно, что работодатель со студенческой визой будет вас легко трудоустраивать. И вы на месте сможете договориться, вы сможете работать у него как студент, ограниченное количество часов. Либо вы уже будете трудоустраиваться на полный рабочий день. Иностранец первый год на территории Словении должен работать 8 рабочих часов в день, если вы идете на рабочее ВНЖ. И вы уже там на месте договоритесь, на каких условиях вы будете трудоустраиваться, в качестве студента или в качестве работника. Либо через один год, через 12 месяцев легального нахождения на территории Словении вы уже сможете открыть ИП индивидуального предпринимателя на себя, на свое имя и потом уже трудоустраиваться к любому работодателю уже как юридическое лицо по контракту. Там уже будут и другие условия и другие налоги, поэтому в любом случае, когда вы приезжаете и находитесь один год на территории Словении, вы узнаете для себя много выгодных возможностей по трудоустройству и уже более точно и понятно будете понимать, что нужно вам. Поэтому, дорогие друзья, все-таки на первом этапе мы вам советуем студенческое ВНЖ «Образование для взрослых». Еще раз повторюсь, вы можете получать его на территории Словении, подавать документы, либо получать его на территории своих стран в ближайшем посольстве Словении. Это как удобно вам, но мы советуем все-таки приезжать на территории Словении и получать и оформлять все внутри страны, потому что это будет быстрее по времени, это будет проще, это будет в одном городе, в одной управной ноте, без каких пересылок документов. Друзья, если вы хотите переехать в Европу, но не знаете, кому обратиться по поводу легализации, то можете обращаться к нам. Наши специалисты в области иммиграции проведут с вами неоднократные бесплатные консультации и помогут вам оформить любые документы в Словении. Это может быть студенческое ВНЖ, рабочее ВНЖ, открытие ИП, бизнес-иммиграция, воссоединение семьи. Также вы можете обращаться к нам с вопросами, связанными с недвижимостью, покупкой, арендой жилья, с вопросами медицинского страхования, с вопросами по визе для Шенген-зоны. По любым вопросам, связанным с иммиграцией в Словению, обращайтесь к нам, мы будем рады вам помочь. Друзья, также еще хочется сказать, что бизнес-иммиграция может быть в двух случаях, по высшему образованию и по инвестициям. Инвестиции от 50 тысяч евро на сегодняшний день. Если вы хотите открыть свой бизнес в Европе, но не знаете, в какой стране это сделать лучше всего, то, пожалуйста, присмотритесь к Словении. Мы считаем, что Словения является безопасной страной, чтобы начать свой бизнес. Ребята, а я бы хотел рассказать очень важную вещь, потому что многие люди попадают в эту ситуацию нестандартную. Люди приезжают, открывают фирмы, фирму открыть не проблема. Ребята, проблема открыть счет для некоторых людей, для некоторых помогаторов, да, так назовем. Вот эти помогаторы, они обманывают, они открывают вам фирму, но не открывают вам, не помогают открыть счет. И если вы не открыли счет на фирму и в течение полугода не получили ВНЖ и с ВНЖ не открыли счет, у вас не получилось, тогда ждите штрафа, ребята. И штраф будет немаленький, до 30 тысяч евро штраф. Так вот, чтобы вы, когда заключали договор, вы должны знать, что у вас счет, вам сделают ваши помогаторы. Это очень важное условие. Счет открыть, самое важное. Фирму открыть не проблема, уставной капитал завести не проблема. Проблема на сегодняшний день остается в открытии счета. Многие скажут, вот там онлайн банки открывают. Нет, ребята, без ВНЖ никто не открывает. Поэтому мы знаем, как открыть сегодня счет для нерезидентов. Если вы нерезидент, мы сделаем так, что на вашей фирме будет открыт счет. Как это мы делаем, не говорим сейчас на видео, мы вам расскажем при личной встрече. Так вот, если вы сюда переехали по бизнес-эмиграции и решили открыть фирму и трудоустроиться к себе на фирму, обязательные условия для того, чтобы трудоустроиться к себе на фирму, на нулевку, так скажем, фирму нулевку, сразу начать трудоустройство. Для этого у вас должно быть обязательно высшее образование. Это очень важно. Если нет высшего образования, мы подскажем, как это сделать, но тоже не сильно просто, так сказать. Но все равно вы можете приехать в Словению, жить и работать, и у вас будет ВНЖ. Мы это тоже для вас сделаем, ребят. Есть законы, есть лазейки. Правда, не все о них знают. Ну и мы, соответственно, тоже не будем сейчас о них вам рассказывать и раскрывать, потому что наши конкуренты тоже не дремлят и смотрят наше видео, и учатся на нас, как надо правильно оформлять документы, и потом попадают в какие-то ошибки, пишут комментарии, что так сделать нельзя, вы обманщики и так далее. Ребята, многие люди, которые приехали, находятся с ВНЖ, находятся с открытыми счетами, с фирмами. Все мы делаем, все оформляем, просто надо грамотно подходить к этому вопросу. И надо знать, что ты делаешь и как ты делаешь. Это очень важно. Ребята, также, если вы захотели инвестировать в Словении, в какой-то бизнес, надо знать, что в Словении очень много провальных бизнесов. Такие, как, допустим, многие наши открывали рестораны и банкротились. Ресторан открыть – дело не хитрое. Хитрое дело – сделать так, чтобы этот ресторан посещали люди именно славянские, потому что туристов тоже не всегда, не весь сезон много туристов. Только в летний период, когда вы будете 100% зарабатывать на своем ресторане. Но, если вы ресторан хотите, чтобы он у вас был круглогодичный, тогда надо делать именно славянскую кухню, где славянцы будут вкусно питаться и будут чувствовать, что это для них как домашняя еда. Это немаловажно. Соответственно, нужен повар именно славянский. И даже в этом случае вам никто не гарантирует, что вы сможете вернуть свои деньги и не обанкротиться. Поэтому лучше выбирать, ребята, бизнес такой, который проверенный годами. К примеру, вы можете заниматься логистикой в Словении. Это 100% вариант. Строительство, ремонт – 100% вариант. Анют, спасай, помогай. IT. IT-компания, ну это понятно, это во всем мире она 100% вариант. Автосервисы. Автосервисы – 100% вариант, который у вас выгорит. Ребята, конечно, бизнеса намного больше. Но это надо конкретно сидеть, изучать рынок и приехать сюда с кучей денег. И извините за выражение, просрать все эти деньги здесь, в Словении, можно легко. Нужно понимать то, что вы делаете. И здесь вам не Россия, здесь Балканы. Здесь у людей другой менталитет. Они привыкли всю жизнь ходить в один и тот же ресторан. Мама с папой ходили, дедушка с бабушкой ходили. И дети туда будут ходить. Такой у них менталитет. Они так живут. Новинки для них – это что-то такое из грани нереальной какой-то там фантастики. Поэтому новинки воспринимаются все очень тяжело. Нужно об этом знать, приезжая в эту страну. Лучше всего пожить здесь, посмотреть и потом только вкладывать деньги. Но, допустим, если вы все-таки решили вложить деньги, вложите лучше в недвижимость. Всегда эта недвижимость растет в цене. Всегда вы сможете ее продать. И эти деньги нужны и куда хотите реализовать. Как купить недвижимость, мы тоже можем при консультации вам рассказать. Всегда звоните, номерок указан. Анна всегда с радостью вас проконсультирует, что и как сделать. Если занята Анна, я вам помогу. Самое важное, я хочу сказать, что, конечно, мы всегда советуем приезжать в Словению, делать документы на территории Словении, начинать со студенческого ВНЖ. Но что хочется сказать самое важное? Что все-таки, дорогие мои друзья, для каждого индивидуальный у нас подход. И будет, конечно, идеально, если вы, посмотрев видео, напишите мне на WhatsApp, потом мы с вами созвонимся и в индивидуальном порядке обсудим именно вашу ситуацию. Все зависит от того, какой вы хотите именно иммиграции. Либо это будет бизнес-иммиграция, либо иммиграция по инвестициям, либо вы хотите рабочее ВНЖ, либо студенческое, либо воссоединение семьи, либо вам потом потребуется воссоединение семьи. Тут уже все более индивидуально. Поэтому, пожалуйста, пишите мне, звоните, и мы именно для вас, именно в вашем примере рассмотрим ту ситуацию, которая будет подходить лично вам в индивидуальном порядке. И я вам все подробно расскажу, как правильно оформить, какие документы вам будут нужны, где и как правильно документы подавать, нужно ли делать перевод, нотариальное заверение, либо постиль документов, сколько это будет стоить, и сколько примерно это займет времени. И, конечно, мы также можем обсудить любые вопросы трудоустройства в Словении, обучение в Словении, любые вопросы открытия бизнеса, вопросы недвижимости и страхования, также ваш приезд в Словению. Мы вам поможем, постараемся помочь в любом случае, всем тем, чем мы сможем. Ваша задача только написать, либо позвонить, чтобы я могла в индивидуальном порядке узнать вашу ситуацию, и тогда мне будет легче вам посоветовать и помочь, как именно для вас сделать документы в Словении. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, обращайтесь. Ребят, смотрите, как интересно сделали балкончик, переход из дома в дом. Это вообще разделенный дом. Это не разделенный дом, а два отдельно стоящих дома. И такой балкончик сделан. Это город Ровень, Хорватия. Очень интересный. Впервые мы здесь оказались с Анной. Ну, вроде как очень красиво, да, вначале? Да, очень красиво. А там еще впереди, сегодня здесь был очень сильный дождь, когда мы приезжали. Сейчас дождик закончился, и там впереди небо такое красивое, фиолетовое, оранжевое, розовое. Как такое, приближается закат. Ну, камера, к сожалению, не передает цвета. Вот немножечко оттенок. Мы можем подойти поближе туда, и там будет. Ну, пойдем, пойдем. Город Ровень находится близко к Словении. Но насколько он красивый, ребят, я даже об этом не знал. Впервые мы здесь оказались, и, наверное, еще не раз сюда приедем. Город Ровень находится близко к Словении. Вот, ребят, с красивым видом. Кстати, смотрите, чаек запрещено кормить. Не знаю, есть штраф, нет, кстати, за кормление чаек? Ничего не написано? Вот же написано. Приповедано. Нет, а штраф какой? Нету? Штрафа нету, нету. Нету, нету. Только что нельзя кормить. Да, смотри, Анют, какой красивый закат. Да, вот я про него и говорила, оранжевый, фиолетовый, розовый цвет. Ну да, но, к сожалению, на камеру ничего не передает. Сейчас попробую увеличить. Конечно, особо не видно разного. Просто как закат красный и все. Ну ладно. Ну что ты хочешь? Попрощаться с нашими зрителями? Да, хочу немножко, так скажем, подвести конечный такой обзор сегодняшней нашей темы и потом уже попрощаться. Дорогие друзья, для чего мы вам это все рассказываем? Чтобы вы понимали, что вы можете без проблем трудоустроиться на территории Словении. Сознанием славянского языка, без его знания, со знанием английского, без знания английского, с документами о высшем образовании, без документов о высшем образовании, также без документов о среднем образовании, с любыми сертификатами, с опытом, который у вас написан, о вашей трудовой деятельности, вашей трудовой книжке, с любыми документами, когда вы приезжаете на территорию Словении, вы можете без проблем трудоустроиться и найти работу. Да, конечно, поначалу это будут обычные рабочие специальности, но в любом случае это ваша возможность легально работать и жить на территории Словении. Вы в любой момент сможете повысить свой уровень, как учебный, так и профессиональный, и перейти на более высокую, высококвалифицированную специальность. Никто этого не запрещает, все двери перед вами открыты. Самое главное, чтобы вы не переживали, не боялись, приезжали в Словению, пробовали, и мы обязательно, конечно, вам поможем. Если вы как бы нуждаетесь в нашей помощи, если вы хотите, чтобы мы вам помогли в оформлении документов в Словении, то, пожалуйста, обращайтесь, пишите нам, звоните, задавайте какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Еще раз напомню, что все консультации мы проводим абсолютно бесплатно. Это может быть одна консультация, две, а может быть и пять. Никаких проблем нет. Самое главное, чтобы мы нашли, как выгодно и удобно именно для вас оформить документы Словении, чтобы вы могли приехать за более короткий период с минимальными затратами. Это самое важное для вас, дорогие друзья. А когда вы будете внутри страны, всегда можно что-то изменить. Всегда можно поменять обучение, поменять работу, открыть свою фирму, свой бизнес, нанять рабочих, чтобы не вы на кого-то работали, а люди работали на вас. Это все будет зависеть от ваших возможностей, от ваших желаний. Но изначально все равно нужно приехать, потому что когда вы находитесь вне Словении, все равно более тяжело подбирать и обучение, и работу. Единственное, что я вам могу посоветовать, легко вы можете подобрать обучение, это образование для взрослых. Потому что туда зачисление делается без вашего личного присутствия. Даже если вдруг вы не можете приехать по шенгенской визе, вы можете сделать доверенность от вашего имени на мое имя, и я вас могу зачислить без проблем. Получить оригинал документов на вас о зачислении, вам его отправить, и вы можете подаваться на территории своей страны в посольстве Словении. Но если вдруг у вас есть возможность получить визу шенгенской зоны, то лучше все-таки получать визу, приезжать сюда. А мы обязательно вас встретим, и обязательно поможем с оформлением любых документов на территории Словении. И новый наш подписчик, новый наш кандидат на видеосъемку. И также что хочу сказать, что я вам желаю такого же прекрасного вечера, с таким же прекрасным видом. Пусть у кого-то будет это закат на море, пусть у кого-то в горах, у кого-то в лесу, у кого-то просто в городе. Но самое главное, чтобы внутри вас были хорошие, приятные чувства, радостные какие-то позитивные эмоции. Рядом были близкие и родные вам люди, с которыми вам приятно проводить время, с которыми вы себя чувствуете спокойно и счастливо. И с этими же людьми эмигрируйте в Словению. Не бойтесь. Они обязательно вас поддержат в нужный момент, а мы обязательно вам поможем. Я вам всем желаю хорошего вечера. Пишите, звоните. И всем благодарна за ваши просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии. Большое вам спасибо, дорогие друзья. И до новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Увидимся, когда увидимся. А как то имя за ваше... Пиццерия Леоне. Как? Пиццерия Леоне. Пиццерия Леоне. Кто и выластник? Выластник? А как, Газда? Газда. Газда. А как его ваше имя? Тони. Да. Ребят, вот не поверите, пришли к Тони. Тони разрешил девчонкам сходить в туалет. И еще нас угостил кофем. Кофе Макеата. Находимся в Хорватии, город Ровень. Вот, всем рекомендую пиццерия Леоне. Ребята, заходите. Очень добрые и гостеприимные здесь владельцы. Красота. Вот, передавайте Тони привет от Ивана. Хвала, Тони. Резкое включение камеры. Уже думал, все, на сегодня закончили съемки. Просто шли, девчонки захотели в туалет. Я попросил владельца, как я тогда не знал, просто обратился, чтобы сходить в туалет. Он сказал, да, конечно, без проблем. Я подхожу, говорю, а можно мне кофе? Он говорит, если туалет, из-за туалета, то, типа, не надо кофе заказывать. И туалет бесплатный. Тут у нас, говорит, такое правило. Слушайте, я заказал кофе, потом хотел оплатить. Он говорит, абсолютно бесплатный кофе. Ребята, где вы в жизни? На улице тепло, не холодно. Где вы в жизни такое видели? Скажите мне, пожалуйста. Напишите в комментариях, мне очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова